Доброе утро, девочки мои! Ну что, наступил день следующий. Самочувствие прекрасное. Я вчера делала окно. И сегодня проснулась. В общем, нормально себя чувствую. Ничего не болит, все хорошо. Можно продолжать дальше. Сегодня я собиралась, как вам говорила, делать дверь. Но у меня планы меняются с такой скоростью, что я сама не успеваю за ними угнаться. Я сегодня проснулась, посмотрела в окно. Сегодня замечательный день. Очень тепло, солнечная погода. И погода так и шепчет выйти из дома. Ну а последующие три дня у нас будут дожди. Вот, поэтому я решила, что когда будут дожди, конечно, из дома выходить уже я не захочу. Я буду здесь копошиться и делать, в общем-то, свои дела, делать свой ремонт, продолжать. Но хочу сегодня воспользоваться хорошей погодой и съездить в Леруа Мерлен. Я, девочки, с дочкой договорилась, что она меня отвезет. Немножко позже мы с ней договаривались, ну, на следующую неделю, в будний день, как-нибудь собраться и съездить. В общем-то, я вам в прошлом видео сказала, что я вообще хочу ремонт этот, как бы, закончить до конца апреля. Ну, я планировала его, как бы, так растянуть. Но вчерашний день мне показал, что растягивать не следует. Тем более, ну, приходится снимать занавески, приходится прикрывать поверхности, чтобы там не летела пыль, там, или еще что-то. В общем, что-то, как-то, какие-то изменения в комнате приходится делать. И получается так, что, допустим, я все прикрыла, скажем, остановилась я сегодня, а завтра утром хочу продолжить. Чтобы мне все это не убирать туда-сюда, занавески снимать, вешать. Я вчера сняла занавески, а вешать их обратно сейчас не хочу, потому что я знаю, что, как только появятся у меня обои, я начну, наверное, клеить сразу эти обои, опять снимать занавески, опять одевать. В общем, вот это все. Такой ерундой вот этой рутинной работой, лишнюю работу делать я не хочу. В общем, я решила, что, почему бы и нет, я могу, собственно говоря, этот ремонт, как начала, так и продолжить, и, в общем, побыстрее его закончить. Тем более, если я свободна, никто меня не будет отвлекать, то я человек увлекающийся, и меня это может затянуть, и, в общем-то, я могу это сделать гораздо быстрее, чем планировала. Но так как мы с дочкой договаривались съездить в Леруа позже, поэтому, естественно, у нее же там, собственно, по расписанию все, у нее сегодня запись там в одно место, в другое место, я не хочу нарушать ее планы. И я решила, что я могу это, в общем-то, съездить и сама, что мне мешает, и я просто потом обратно на такси приеду, все это загрузят мне в такси, и, в общем, до подъезда довезут. Какие проблемы? Вот. Позвонила Наташе, Наташа сегодня свободная, и, в общем-то, она согласилась оставить мне компанию, чтобы мне не скучно было. Настю она сегодня в садик не повела, потому что они там соскучились друг за другом. Она решила, в общем-то, с дочкой пообщаться сегодня. Ну, в общем, с Наташей, с Настей мы собрались в Леруа сегодня поехать. Я не знаю, сколько это времени займет. Мне хотелось бы по-быстрому поехать, в Леруа пройтись, купить, что мне нужно, приехать домой. И если это мы сделаем быстро, то, может быть, я сегодня дверь и начну. Ну, еще заодно надо будет мне потом, конечно, сбегать, наверное, за продуктами, что-то прикупить, чтобы уже потом несколько дней вообще на продукты не отвлекаться. В общем, короче говоря, девочки, я сейчас собираюсь, я уже искупалась, с утра пораньше встала, смонтировала видео, оно уже выводится. В общем, дела насущные, погода хорошая, хочется выйти, прогуляться по этой погоде, прошвырнуться воздухом, подышать, а потом уже нырнуть, как говорится, набраться воздуха, нырнуть сюда в этот ремонт. И потом уже, в общем, его делать, собственно говоря, не поднимая головы. Ну, посмотрим, видите, как получается. Планы сначала одни, потом они резко меняются, все это зависит от каких-то обстоятельств, от погоды, то свет выключили, то еще что-то. И у меня ложусь спать с одними мыслями, просыпаюсь, у меня появляются другие какие-то мысли, но ничего страшного, все это хорошо. В любом случае, я беру вас с собой, посмотрим, что там есть, какие там обои. Дочка будет на связи, ей будут скидывать фотки, она мне тоже подскажет, какие обои ей нравятся больше, какие, ну, какие варианты там есть. В общем, посмотрим, что там продают в Леруа Мерлен, и что я собираюсь купить, потому что я кроме обоев еще кое-что хочу посмотреть. Ну, а сейчас уже все. Я привела себя в порядок, я уже в порядке, скупалась, потому что потом, когда я буду делать дверь, чтобы там не было влаги, собственно говоря, я даже не намочила порожек, у меня там занавеска, поэтому все равно это все просохнет, даже можно будет и сегодня эту дверь начать и делать. Ну, посмотрим, насколько у меня будут силы, будет время, и, в общем, будет видно, что у нас будет дальше. Все, а сейчас я собираюсь, и мы едем в Леруа. Девочки, на улице такая теплая, я надела кардиган, внизу у меня футболка, ну, сейчас тепло, ветра нету, а днем будет еще теплее, плюс 16. Я решила, думаю, выйду-ка сейчас на улицу, посмотрю, постою чуть-чуть, если будет холодно, пойду куртку одену. Но, я вам хочу сказать, не холодно, но это потому, что нет ветра, в общем-то, хорошо, прямо хорошо, прямо весна-весна. Ой, классно как. Ну, все, иду за Наташей, поедем. А кто со мной едет? Настюлечка-красотулечка и Наташечка-красотулечка. Все, ждем, ой, ждем автобус. Все, девочки, сели в автобус и поехали. Многие люди уже поснимали теплые куртки, одели тоненькие курточки. В общем, хорошо по погоде я оделась, не жарко и не холодно. Классно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok девочки, приехали мы в Мегу. Заходим. Как я давно здесь не была. Мне кажется, очень давно я не была здесь. Так, масочка, масочка. Но она на мне. О, какая честная компания. Честная компания. маска, 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 маска. 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 Как же, ой, и у нас сюда, с маской. Да. Это только на стену. Все, девочки, идем в Леруа Мерлен. Хороший день сегодня. Смотри, как здесь пусто, людей мало. Люблю я будние дни. Вообще, будние дни люблю в Меге находиться, когда людей нету. консультанты свободные почти. Можно спокойно проконсультироваться, узнать, что нужно. Все подскажут. Никакой суеты и толчины нет. Так, надо нам взять тележку. Давай тележку возьмем. Вот такую. Ага. Мы только зашли. Ага. Сейчас посмотрим. Ну что, девочки, мы только зашли и сразу завернули в тот раздел, где продают вот эти вот решетки на батареи, на радиатор. Ну, поговорила я с консультантом. В общем, у них есть на 4 секции, на 5 и на 6. А у меня 7 секций. Но я у него спросила, есть ли они в природе существуют. Он говорит, ну, можно найти там где-нибудь на рынке, может быть. Ну, у них просто не бывает в ассортименте вот 7 секционных. Металлическая именно решетка. Я хочу металлическую. Поэтому, ну, на крайний случай, если я не найду на 7, я куплю на 6. Но мне сейчас это не горит. Поэтому, ее просто вешать на батарею и вообще не вопрос. Можно снять, помыть, когда вот эта вот, как раз, очень сильно подходит. Вот. Ну, и в конце концов, я куплю, значит, позже. Может быть, я найду 7 секционный. Но самая главная задача, за которую мы сюда пришли сейчас, это купить обои, клей обойный. Но это вот самое главное. Остальное уже мелочи. Остальное можно будет потом купить, если что. ла-ла-ла-ла-ла-ла. Наша компашка. Наша компашка. Все, идем дальше, смотрим. Все, девочки, мы дошли до отдела штор. Дальше там идут отдел обоев. И сейчас будем выбирать. Ну, во-первых, шторы я хочу себе новые купить. Сейчас я у дочки спрашиваю, какие у нее в спальне. И если это такие, значит, я их возьму. И пойдем дальше. Так, девочки, ну вот я нашла занавески. Похоже, это такие же, как у дочки. И вот светлый беж, то, что я хотела, две штучки я себе взяла. Ну, это кисточки я добрала еще чуть-чуть. Так, а теперь мы что? Здесь у нас ковролины. Ковролины мне не нужно. О, какие ковры, ковролины. Разнообразие. Мне нужен кусочек линолеума. Пока мы отсюда не ушли, вот тут надо спросить. Небольшой кусочек. А, вот тут у них кусочки продают. Сейчас посмотрю. Все, девочки, я решила взять кусочек линолеума. Чем брать куски там большие, я решила взять недорогой линолеум. Кусочек метр там на 70 в кладовку как раз постелю. И недорого получается по цене. Девочки, шли-шли, дошли мы до струнного карниза. Я хочу повесить струнный карниз не на окно, а на проходе, там, где у меня проход. Там у меня сейчас висит на веревке занавеска. Я хочу повесить струну. Смотрела, смотрела, струны. Тут двухъярусная струна. Зачем мне? Мне нужна только одну занавеску. Одноярусная. И, в общем, с таким креплением струна, вот, вообще стоит 278 рублей. Зачем мне дорогая? Здесь три метра с половиной, до трех с половиной, а мне три метра надо. В общем, беру. Все, теперь мы двигаем дальше к обоим. Ну, сейчас начнем тут выбирать. Не знаю даже, какие обои. Смотрите, девочки, какие красивые обои. Кстати, вот такая вот расцветочка, да, вот такая нейтральная, хорошенькая, беженькая, да? Не дурно. А вот это, смотрите, какая красота. С какими-то блестками. И вот такая рифленая. Вообще. Здесь, наверное, стоит один рулон 1990. Дорогие. Ну, мне дорогие не надо. И метровые, да, такие. Да, и метровые я, девочки, не хочу. Мне неудобно будет клеить, потому что мне нужно будет клеить кусочками, частями. У меня на самом деле только одна целая стена. Ну, и то она там, два метра, в общем, цельная. Остальное все, у меня уже пойдут куски, куски, куски. Вот интересный вариантик, да? Сейчас мы походим, посмотрим еще разные варианты, и потом я вам скажу, что мне больше всего пригорелось. В общем, девчата, такое огромное разнообразие, глаза разбегаются, и, честно говоря, хочется мне обои выбрать светлые, и в то же время, чтобы рисунок был ненавязчивый. Хотелось бы еще рисунок не стыковать. Вот оттенок желтый, немножко желтит, не хочу уже. Серый немножко оттенок, но мне он не подходит. Мне нужно, чтобы подходило к занавескам. Вот этот вот мне нравится. Рисунок вроде бы ненавязчивый, и в то же время такой вот. Вот цветочки, они не яркие, ненавязчивые, и в то же время они есть. А мне надо, чтобы глаз радовало. Но это я сейчас сверх ногами смотрю. Нравится. Больше я так особо ничего не приглянулась. Ой, девочки, смотрите, какие красивые цветочечки. Ой, какая прелесть. Цветочечки, горшочечки. Много всяких горшочечков. Так, ну, цветочки меня сейчас не интересуют. В принципе, я уже взяла все, что мне было нужно. И хорошо. Идем на кассу. Ой, девочки, хочу вам такую красоту снять. Ой, это розочки. Ой, какая красота. Вот такой раз на подоконнике. Ну, это, наверное, высаживают. Наверное, высаживают где-нибудь себе на клумбе во дворе. Ой, какая красота. Люблю цветы. Люблю такие разноцветные. Вот такие вот растения. А вот, смотрите, какой красивый цветочек. Ой, чудесненький. И вот красота. Мне кажется, люди, которые работают тут на цветах каждый день, видят вот эту красоту. И у них должно быть все время хорошее настроение. Хотя, конечно, за этой красотой нужно ухаживать. Ну, радует глаз. Ой, а такие цветочечки, смотрите. Какие они славные. Какие симпатичные. Вот эти вот красивенькие. Вот эти, смотрите. Ой, ой, так чудненько. Какая прелесть. А такие. Так, ну все, надо идти уже, надо бежать. Так, ну мы в Икею не пойдем. Настя захотела пончиков. Мы идем в бестро. Бестро икеевское. Покушаем сейчас пончики и домой поедем. Так, мы решили перекусить по-быстрому пончики, бутербродики. Попьем и побежим. Все, девочки, мы перекусили. Здесь вот подзакрыто чуть-чуть. Рядочки там какие-то сделали, проход где-то закрыли. в общем, в эти всех бургер, кинг и так далее. Там закрыли проход, там открыли проход. Ну ничего, все равно. Самое главное, что можно посидеть, покушать и все. В общем, мы уже перекусили и сейчас поедем домой. Ну все, мои хорошие, мы сели в машину, в такси. Такси подъехало через одну минуту, недорого вообще, Яндекс.Такси это класс. Так что, прямо с кресла Настюха посадили. В общем, я довольна купила обновки для своих стен и теперь я уже хочу их прям не терпится их померить, примирить. Солнышко куда-то спряталось, но ненадолго. Все равно тепло, даже жарко. То есть, я вообще оделась по погоде. Я боялась, что я замерзну, ничего не замерзну. Класс! Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Ну и вот эти вот туда вешать на прищепке, потом за навесочку. Короче, две дешевые кисточки взяла, такие тонкие. А то у меня толстые есть, а тонких нет. Просто там, где такие в дверях щели, удобнее. Ну, взяла клей этот для обоев. Как раз для этих обоев подходит виниловые обои на бумажной основе. Вот. Ну, собственно говоря, и все. Что почем, я вам сейчас точно не скажу. Ну, за все это я заплатила 7177 рублей чек такой. Ну, эти занавески, по-моему, 1700 с чем-то. 600 с чем-то стоит один рулон. 200 с чем-то стоит кусок линолюма. Вот это 200 с чем-то стоит, с индикатором я взяла вот этот клей. Ну, а то уже все по мелочи. 200 с чем-то стоит вот такой вот, 260, по-моему, стоит вот такой вот струна. То все уже по мелочи стоит. В общем, короче говоря, вот такие у меня сегодня затраты. Тогда я заплатила 1271 рубль. И сейчас 7177. В общем-то, это все затраты. Все, что мне нужно, я уже купила. Ремонт можно продолжать. И все. Единственное, что щит на батарею там я не купила. Там самый большой щит на 6 секций. А у меня 7 секций. Сказали, посмотрите на рынке. Но щит все равно стоит рублей там 600. Короче говоря, не очень дорого. Нормально. Можно будет найти, потом купить. Ну, что, девочки мои. Все покупочки я вам показала. Покупочками всеми я довольна. Обои просто мне вообще понравились. Они Наташи понравились. Много хороших, красивых обоев тоже. Ассортимент даже, можно сказать, побольше. Это которые обои широкие. На метр 10 где-то они идут. Но дело в том, что у меня комната небольшая. И у меня только вот одна стена идет прямая. И то она прямая до сплита. Потом сплит система. Там надо будет уже под ней. Ну, в общем-то, чистая стена. У меня, можно сказать, только одна стена идет. А потом уже пойдут кусочки, кусочки. Притом узкие кусочки в основном. Поэтому я решила, что мне будет удобнее все-таки клеить обои, которые поуже идут. Они 53 или 54 сантиметра. Вот. Мне их и клеить будет удобно. Вырезать будет удобно. И поэтому я взяла такую ширину для себя. Ну, я выбрала 4 рулона. Я знаю, что мне на комнату вместе с этой стеной мне уходило 4 с лишним рулона. Ну, я обычно брала, я помню, 5. Даже помню, сколько брала. Вот. Но в любом случае за шкафом, за этим длинным, я клеить не буду. И если у меня останется обои, то они пойдут в кладовку. Там я их поклею. А если не останется, я просто для кладовки куплю другие. Там уже не важно, какая расцветка. Потому что там кладовка. Там будет все закрыто. За навеской. В общем, это не на виду. Я предварительно писала список. И, в общем, все по списку, что мне нужно, я купила. В принципе, у меня все есть. Кроме... Единственное, что щиток на батарею. Там щитки были на 3, 4... На 4, 5 и 6 секций. А у меня 7 секций. То есть, одна секция будет у меня открыта. Вот. Ну, им просто не поступают такие на 7 секций. Ну, парень сказал, что они бывают такие. У них в ассортименте только нету. И можно посмотреть где-то на рынке. Ну, по крайней мере, это уже можно в любой момент купить. Просто ее потом повесить на батарею и все. И, в любом случае, я буду искать на 7 секций. Ну, в крайнем случае, если уж нигде я не найду на 7 секций, пойду куплю на 6 секций. Хотя бы пускай на 6 висит. Будет хорошо. Но, конечно, было бы лучше, если бы она цельная, висела на 7 секций. Вот, девочки. В общем, короче говоря, я усталая и довольная. Классно, классно. И погода классная. Купила все, что нужно. У меня теперь все есть. Теперь можно спокойно заниматься, в общем-то, ремонтом, своими делами. И ни на что не отвлекаться. Купила продукты. Купила так, чтобы было, если что, перекусить так, чтобы особо ничего там сильно не готовить. На это не отвлекаться. И, в общем-то, я думаю, что я начну уже с завтрашнего утра. Буду продолжать свой ремонт. Сегодня, честно говоря, можно было бы начать, конечно, дверь. Там уже почистить ее. Но, с другой стороны, я не хочу последние силы тратить сейчас на это. А завтра проснуться вся, ну, какая-то не отдохнувшая. И будет мне тяжело завтра работать. Ну, а с другой стороны, у меня сейчас выводился этот фильм, видео. И мне нужно сейчас его проверить, опубликовать. То есть, у меня еще кое-какие дела есть. Потом покушать и, в конце концов, лечь отдохнуть. Но время уже пятый час, собственно говоря. Туда-сюда уже и вечер, да. Вот. Так что ремонт я продолжу уже отдельным видео. А сейчас я хочу с вами попрощаться, девочки. Кому видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь, кто не подписался. Пишите комментарии, понравились ли вам мои обои, мой выбор. Но, в любом случае, конечно, в рулоне их так сильно не разглядишь. Их в магазине тоже освещение не так падает, разглядишь. Но вы разглядите их на стенах. И я думаю, что они вам тоже понравятся. Ну, все на этом, девочки. Видео заканчиваю. А завтра начну я новое видео. Или сегодня вечером начну, если я начну сегодня. Но я что-то сомневаюсь, что начну сегодня делать двери. Надо отдохнуть и с новыми силами приступить к работе. Я думала, что у меня видео будут выходить реже в связи с тем, что у меня ремонт. И некогда будет их монтировать. Но я так поняла, что ремонт, конечно, он забирает какое-то время и какие-то силы. А потом у меня время еще есть, а сил уже нет. В любом случае, монтировать видео у меня время найдется. Но так как у меня сейчас события разворачиваются, каждый день я что-то делаю. Каждый день есть что-то снимать. Поэтому видео, может быть, даже будет выходить и чаще. Где-то, может быть, каждый день будет выходить. Ну, посмотрим. В общем, где-то может быть короткое видео, может быть где-то длинное. Конечно, сильно длинное не хочу, потому что долго потом монтировать. Долго оно выводится. Ладно, болтаю, болтаю, заболтала я вас уже. Все, девочки, я рада и довольна. И на этом видео я заканчиваю. С вами прощаюсь. До следующего видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok